приветствую всех на канале все о газе в быту данное видео касается не совсем газовой темы больше даже водоснабжения и сантехники и речь пойдет о запорной арматуре так технически грамотно это звучит а конкретно о шаровых кранах как их эксплуатировать и как их выбрать это казалось бы элементарные вопросы но некоторые нюансы тонкости многие включая профессионалов не знают а также некоторым профессионалам просто лень заморачиваться лишний раз так все таки как правильно эксплуатируется шаровый кран многие считают что он в принципе не обслуживаемый поставили и забыли на много-много лет на самом деле это не неправильно не так вот у нас представлены шаровый кран различных диаметров эксплуатация крана заключается в следующем хотя бы раз в год кран новый хотя бы раз в год до необходимо провести такую манипуляцию включить открыть и закрыть его ну естественно многие путаются если рычаг перпендикулярно движению закрыта вот кстати на ручках даже закрыто открыто пишется вот на некоторых кранах так открыто стоит он у вас на водопроводе там или на газопроводе обязательно надо хотя бы один раз в год а лучше два раза открыть и закрыть это связано с тем что в данном случае в воде есть вода жесткая у нас есть известковое отложение поэтому механизм как бы прикипает ну сам шар прикипает и возможны потом проблемы с закрытием или открытием следующий важный момент шаровый кран относится к запорной арматуре а не к регулирую а не к регулирующей то есть он работает или положение открыто или положение закрыто так задумано и на заводом изготовителем и инструкцией по эксплуатации то есть в полу открытом состоянии он работать не должен почему но также это связано с тем что вода у нас жесткая и тут появляется известковый налет потом будет проблемы с открытием и закрытием также в воде содержатся различные частицы которые изнашивают уплотнительные уплотнительный материал в данном случае второпласт используется также тефло вот эти частички просто разъедают этот материал и кран перестает держать также это связано с воздействием гидроудара ну а на практике в принципе люди пользуются и я знаю много массу примеров даже в тяжелых условиях в не очень комфортных работают годами ну десятилетиями я так не скажу но много лет работают и ничего то есть они регулируют подачу с помощью широкого но вообще это это нежелательно я бы так не делал особенно если конструкция ответственная какая-то у меня был недавно случай из практики специалисты какие-то в квартирном доме 17 этажном на воде где высокое давление воды там стоят понижающее давление водяные редукторы которыми в принципе можно регулировать давление на входе но незачем-то их выкинули и поставили шаровые краны притушили придавили давление с помощью могу открыть такая вот штука бывает если новый кран не бойтесь он сорвется все равно с характерным в общем они придавили давление с помощью шарового крана на вводе и в итоге через три года надо было произвести ремонт а кран краны уже не поворачивались и ну и это вызвало массу переделок которые так сказать вылились в большие затраты в общем где-то в ответственных местах я бы не использовал регулировку с помощью шарова крана следующий момент что касается эксплуатации если вы все-таки пренебрегли как делают большинство людей не открывали не закрывали его в общем закис он у вас не открывается что в этом случае обычно делают вот он у вас стоит сразу скажу шансы есть разработать но они уменьшаются со временем то есть чем дольше краном не пользовались тем шансов меньше также зависит от качества воды действие тут производит следующее ну просто начинают потихоньку разрабатывать если это бабочка то снимают кран снимают рычаг потому что бабочка легко ломаться и начинают потихоньку разрабатывать если это не помогает тогда есть еще один момент вот тут есть гаечка ее ослабляем вот она ослабилась и если бабочку ее можно заменить ключом начинаем потихоньку потихонечку потихонечку это должно занять опять зависит от степени как она у вас тут закисло и начинаем потихоньку разрабатывать ну да вы должны сами почувствовать чтобы ничего не сломать еще это хорошо прокатывать если нормальный кран толстостенный если дешевкой дешевкой силамина то шансы ваши еще уменьшится все так вот разработали это может занять и 10 и 20 минут а еще лучше допустим не получается бросили там через полчаса пришли опять подергали в общем шанс вполне есть особенно если кран хороший все потом затянули эту гайку все поставили на место ну и в заключение какой все таки кран выбрать если вас интересует надежность и долговечность и вы готовы немного переплатить однозначно я бы рекомендовал вот такие вот краны шаровые краны которые используются на газопроводе с желтой ручкой многие ошибочно думают что если на газопроводе то его нельзя ставить на водопровод это неправильно как правило они сертифицируются и по воде и по газу как вообще мне объясняли на заводе есть такая селективная сборка стоит большой ящик с этими кранами ну образно говоря чуть похуже качеством откидывает на воду чуть получше на газ и потом прикручивает ручки разного цвета но сами этого не видел не могу утверждать так не ребята на заводе рассказывали поэтому все эти краны делаются и на воду и на газ одинаково из одной кучи грубо говоря также еще немаловажные критерии выбора этих кранов то что любая любая деталь любой механизм любой кран который используется на газопроводе требует кучу документации это сертификаты паспорта разрешения то есть на любую деталь надо куча те кто занимаются подделками или дешевым изготовлением по этой причине лишний раз связываться с газом не хотят конечно без сомнения поделывается все ну зачем усложнять себе жизнь если проще поделать водяные краны я повторюсь это не стопроцентная защита но хоть какая то некоторые могут сказать вот ты сам газовик рекламируешь свои газовые краны имеешь на этом миллион ребята я даже название фирмам не говорю просто рекомендую использовать именно такие потому что они просто напросто надежнее ну естественно и внешне должно быть виден что нормальный сплав нормальная толщина самого тела это естественно все критерии должны быть соблюдены также многие предпочитают полипропиленовые краны под пайку но так как я с ними сталкиваюсь мало могу единственное сказать про них что также встречаются откровенно дешевки одноразовые ну и также встречаются качественные вещи которые будут работать не один год поэтому в зависимости от ситуации многие предпочитают полипропиленовые краны это также имеет место быть но что касается полипропилена их также надо открывать в течение года и закрывать и также это касается если он уже заклинил также их можно пробовать разработать но там конечно конструкция менее менее крепкая и оборвать шток будет гораздо легче нежели вот в таком вот мощном металлическом кране надеюсь информация для вас была полезна подписывайтесь на канал субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok субтитры создавал DimaTorzok